Здравствуйте, мои дорогие! Я Дед Еремей. Сегодня у нас на календаре 7 августа. И многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Олимпию. Это имя имеет греческое происхождение и переводится как «воспевающее небо». Небесным покровителем ее является святая Олимпиада Константинопольская, дева Диакониса. Давным-давно, в IV веке от Рождества Христова, жила девушка по имени Олимпиада. Была она дочерью богатых родителей. А чтобы доход приумножить, ее обручили с благородным юношей. Только не суждено было случиться свадьбе. Жених скоропостижно умер. А дева не желала более вступать в брак и выбрала девственную жизнь. Только вскоре святую ждала и смерть обоих родителей. Покоревав, девушка раздала все свое большое состояние, обеспечив сирот, вдов, приюты и церкви. Святая продолжила праведную жизнь, за что патриарх назначил ее Диаконисой. Своё служение блаженное проходило честно и непорочно. Святитель Иоанн Златоуст высоко оценил Олимпиаду и оказывал ей свое расположение и духовную любовь. Только вскоре ни в чем не повинного святителя несправедливо изгнали, а Диакониса не оставила его в беде. За это на святую ополчился патриарх Александрийский Феофил. Стал обвинять ее и старался всеми способами опорочить ее святую жизнь. После этих событий загорелась соборная церковь Святой Софии, и вслед за ней выгорела большая часть города. Олимпиаду и остальных сторонников Иоанна Златоуста стали обвинять в поджоге. Святую вызвали на суд, сурово допрашивали и, не предоставив улик, присудили ей уплату большой суммы за поджог, в котором она не была повинна. После святая покинула Царьград, однако даже в странствии враги не прекратили преследование. Найдя ее в одном из городов, ее осудили на заточении. Там, в темнице, Олимпиаду истязали, морили голодом. Остаться в живых ей помогали только письма святителя Иоанна Златоуста, который писал ей из своего заточения. Проведя почти пять лет в тюрьме, святая отдала Господу свою душу. После Диакониса явилась во сне никомедийскому епископу и повелела положить ее тело в деревянный ковчег и бросить в море. Епископ выполнил волю святой. Гроб прибило к берегу у Константинополя. Жители нашли его, приняли святые мощи Блаженной Олимпиады и схоронили их в церкви святого апостола Фомы. А также своими молитвами с Днем Ангела мы поздравляем Анну, Макара, Ирину, Николая и Александра. Напоминаю, что самим именинникам следует посетить храм, а если возможно, то и причаститься. А за Днем Ангела о вас, мои дорогие, пусть все святые молят Бога о нас. Да хранит вас Господь!